Меня по правде мало интересует мода, скорее внутренняя свобода. Проводить время в Москве, лучшем городе на земле, в любимом Владикавказе, сердечном Петербурге. Но в этот раз создатель замечательных строк Георгий Аланский в Белгороде. Поэт-современник, чтец, автор нескольких стихотворных сборников, чей слог отличается особым ритмом и выразительностью. Также в мир искусства белгородцам поможет погрузиться его прекрасная спутница и, если можно так сказать, коллега, поэтесса Айдар Тнуи. Молодые, но уже многими любимые стихотворцы с первых минут погрузили зал Ривьеры в особую атмосферу. В их исполнении произведения великих классиков, равно как и собственные сочинения, звучали чувственно, эмоционально, где-то даже по киношному. Вспомнили в том числе и строки Анны Ахматовой и Марины Цветаевой. Само, что дерево трясти, в срок яблоко спадает спелое. За всё, за всё меня прости, мой милый. Что тебе я сделала? Аида и Георгий начали писать стихи и выступать на публике ещё в юности. Со временем хобби переросло в нечто большее. Сегодня путешествуют по всей стране. Каждый город запоминается своей историей. У нас случалась интересная пауза со зрителем, когда я уже дочитал стихотворение, и такой... И зритель. После этого появилась вот такая традиция. Когда заканчивается стих, лист падает, и мы можем продолжать. Поехали. Если пересчитать все твои альтернативные личности, их наберётся что-то около сотни. От благородной столичной аристократичности до хулигана Семёна из Подворонни. Любовь, в том числе к родителям, Богу и самому себе. Отношение к прошлому, будущему и настоящему. Молодые авторы также познакомили местную публику с творчеством других поэтов-современников. Лечат люди, с которыми тебя не тернают в памяти. И больше не воют монстры в собственной голове. А трогательно, дорогое прошлое оставляешь в спальне. Человека лечат совсем не время. Человека лечат. Человек. Аплодисменты, искренние улыбки, порой сменяющиеся скупой слезой, пожалуй, лучшая награда для поэта. Душа разворачивалась, сворачивалась, и слезы наворачивались. Очень искренне и от души. Удивительный контраст выступающих. Столько чувственности, глубины в стихах. Прекрасные дамы, чувственные, глубокие стихи, которые скрываются таким более мужественным посылом, более мужественной подачей. Это нечто невероятное. Георгий меня искренне покорил. Я вот понимаю, что я домой приеду, я открою интернет и буду искать его стихи, перечитывать, потому что это было прекрасно. Особое место в сердце артистов заняли и сами белгородцы. Очень теплая публика. Внимательно слушали, с юмором, не стеснялись, поддерживали. Замечательный зал. Вернетесь когда-нибудь? С удовольствием. Подробную информацию о новых встречах в рамках образовательного проекта «Говорит и показывает Ривьера» можно найти на официальной странице Агробелогорья в соцсетях. Анна Свидовская, Павел Емелин. Такой день на мире Белогорья.